Всем привет! В сегодняшнем видео донесу до вас очень полезную информацию практически для каждого. Все, кто имеет мобильные телефоны, смартфоны, планшеты и так далее, могут подвергаться различным вирусным атакам, разного рода приложений, которые дают доступ к вашим данным, к вашему местоположению и вообще к вашей информации личной. И мы сейчас будем говорить конкретно о диктофоне телефона. Он присутствует абсолютно на каждом телефоне, потому что телефон предназначен в основном для связи. И внизу здесь в телефонах встроенный разговорный динамик, который и может записывать одновременно все ваши разговоры. И плюс он еще может работать в автоматическом режиме и записывать даже тогда, когда вы не пользуетесь телефоном. То есть телефон просто лежит без действия, но кто-то может слышать то, что происходит вокруг. Как бы это абсурдно не звучало, но есть много вирусного программного обеспечения. То есть где-то перешли на какой-то непонятный сайт, что-то открыли какую-то непонятную ссылку и таким способом вас могут прослушивать. Смотрите, заходите в настройки и у вас есть строка поиска. Нажимаете на нее и пишите диктофон. Я уверен, что во всех телефонах эту настройку вам обязательно найдет. Если не находит, то поищите просто по настройкам. Это я просто показываю самый быстрый способ. И если вчитаться, то это приложение оно системное. То есть оно вшито изначально во все телефоны по стандарту. Это не скачанное приложение, а то, что идет сразу и с любым телефоном. Нажимаем на него. Попадаем в настройки диктофона. Здесь, конечно же, у нас по умолчанию вроде как все отключено. Некоторые функции включены, но они ничего нам не дают. Что нам нужно сделать? Здесь есть такой пункт очистить данные. Нажимаем на него и здесь указано, что кэш данные приложения и персональные настройки будут удалены. Нажимаем ОК. То есть мы таким способом очищаем данные этого приложения. И сейчас я вам покажу то, что вам нужно сделать обязательно, чтобы быть и чувствовать себя в безопасности. Заходим снова в настройки. Дальше ищем пункт приложения. Нажимаем на него. Дальше все приложения. Здесь есть такой пункт, как разрешение. Во всех марках телефонов меню, возможно, будет по-разному. Но вы, думаю, найдете у себя. Примерно путь я вам сейчас показываю. Телефон к Xiaomi. Нажимаем. И здесь ищем автозапуск. Нажимаем сюда. И попадаем в вот такое меню, где очень много различных приложений. Для тех, кто первый раз и не знает, что это такое. Это приложения, которые работают 24 часа в сутки. То есть они находятся в автозапуске. У меня сейчас, допустим, находится только Viber. То есть он работает на постоянной основе. Но Viber я пользуюсь, потому что если я его отключу, просто не будут приходить уведомления. Но он работает даже тогда, когда я не пользуюсь телефоном. И если у вас таких приложений здесь много, как вы видите, у меня 75 приложений, они отключенные. То есть я заранее это все подключал, потому что они автоматически при установке попадают в автозапуск. Но сейчас видео не об этом, а о нашем диктофоне. Смотрите, вверху есть три точки. Заходим сюда и нажимаем показывать системные приложения. И как вы видите, я в шоке. Но диктофон это системное приложение. И оно работает на постоянной основе. Точно так же в автозапуске оно находится и включено постоянно. Когда вы даже не пользуетесь телефоном, ваш диктофон включен. Это разряжает вашу батарейку. Возможно не сильно, но разряжает. И в то же время этим приложением могут пользоваться какие-то вирусные программы. Значит, что нужно сделать? Нажимаем на сам значок, диктофон и попадаем еще в такое дополнительное меню. Здесь есть взаимный запуск. Разрешить приложением запускать другие приложения. Это как раз тот случай, когда вы нажали по какой-то ссылке непонятной и скачали какой-то вирус себе, по которым перехвачиваются ваши разговоры. Нам нужно это приложение отключить. Отключаем, возвращаемся назад и, конечно же, обязательно отключаем сам диктофон. Все, после этих действий диктофон будет работать только тогда, когда он вам понадобится. Но не 24 часа в сутки, как это было до этого. На связь, на разговор и вообще по общению по телефону это ничего не влияет. Поэтому смело отключаем. Если не сложно, поделитесь видео с другими. Также подписывайтесь на канал, пишите комментарии.